Здравствуйте! Меня зовут Дмитрий Книга и вы смотрите новости Ленинского городского округа. Сегодня в выпуске вы увидите состоялось 85-е очередное заседание Совета депутатов Ленинского городского округа. Предлагается назначить очередные выборы депутатов Совета депутатов Ленинского городского округа Московской области. Глава муниципалитета провел бизнес завтра. У нас сейчас есть 64 инвестиционных проекта на общую сумму почти 24 миллиарда рублей. В округе проводится работа в отношении инвестициональных торговых объектов. Мы связались с собственником данного НТО и ему было предложено демонтировать данный объект. В администрации муниципалитета состоялось 85-е очередное заседание Совета депутатов Ленинского городского округа. Центральными пунктами повестки стали вопросы о внесении изменений в решение Совета депутатов, об утверждении схемы многомандатных округов для проведения выборов Совета депутатов округа и о назначении даты выборов. Еще в конце прошлого года народные избранники утвердили новую систему муниципальных выборов. Если раньше все 30 депутатов избирались по одномандатным избирательным округам, то теперь муниципалитет будет поделен на 6 округов, на каждом из которых по итогам голосования определят 5 победителей. На нынешнем заседании утвердили поправки в это решение. Избирательная комиссия устранила ряд технических неточностей. Просим Совет депутатов внести изменения в решение Совета депутатов Ленинского городского округа 14 марта номер 80-4 изложить переложение 1 в представленной новой редакции. Все корректировки по адресам и устранению ошибок в комментариях были направлены в Совет депутатов. Напомним, что подобная выборная система уже действует во многих городских округах Московской области. Внесение поправок народные избранники утвердили большинством голосов. Председатель Совета депутатов Станислав Радченко доложил о дате проведения выборов в муниципальный совет депутатов. Днем голосования на выборах у нас является второе воскресенье сентября года, в котором истекают сроки полномочий депутатов Совета депутатов. Проект решения у вас, коллеги, на руках. И настоящим решением предлагается назначить очередные выборы депутатов Совета депутатов Ленинского городского округа Московской области на 8 сентября. Решение о назначении даты выборов депутаты приняли единогласно. Глава Ленинского городского округа Станислав Катаров провел прием граждан. Жители обращались по вопросам благоустройства. Некоторые пришли с личными просьбами. По каждому обращению глава дал разъяснение и взял их на контроль. Подробнее расскажет Инга Янчук. Александра Старкова обратилась к главе округа с просьбой проверить торговые точки, расположенные рядом с торговым центром «Курс». Женщина утверждает, владельцы продуктовых палаток не соблюдают санитарные требования, а сами объекты занимают пешеходное пространство. Открыли пирожки около «Курса». Мы не можем там пройти никак. Мы в обход обходим с детьми особенно. Ситуацию с торговыми точками глава муниципалитета оценил по интерактивной карте и попросил заместителей в кратчайшие сроки заняться освобождением территорий от своевольных арендаторов. С курсом свяжитесь, пожалуйста, им посоветуйте, чтобы там ни шаурмы, ни пирожков вот этих не было или арендаторы пусть поменяются. Хорошо, что после личного приема глава попросил, чтобы вот этих товарищей там не было. Надежда Довгая пришла к Станиславу Катарову с вопросом по благоустройству. Вместе с неравнодушными жителями женщина высадила на участке недалеко от своего дома 10 лип. Однако со временем два саженца стали увидать. Женщина попросила главу помочь в посадке новых деревьев. Мы высаживали аллею липовую. С трудом доставали липы. Чтобы помочь нам их досадить. Глава муниципалитета взял просьбу на карандаш и заверил, что пригласит жительницу на высадку новых лип. Надежда Довгая, задачи получили. Будем выполнить. Глава. Он принимает оперативные решения. И, собственно говоря, таким образом скрашивает жизнь своих жителей. Вот. Это необходимо. На доме Оксаны Мештер по улице Строительная начали появляться незаконные магазинные вывески. Рекламные надписи и таблички заполняют внешний фасад дома. И теперь они расположены по всему первому этажу здания. Последней каплей для женщины стала вывеска над ее подъездом. Ну, конкретно нас интересовала вывеска салон красоты, которую не как рекламу выдали разрешение, а как информационная вывеска на стене дома. Без решения собственников, то есть протокола нет. Станислав Каторов заверил, арендатор в помещении ждет предписание с требованием о демонтаже вывесок. Если не согласны демонтировать, то значит мы им предписание выпишем. Эффективность есть и выездные встречи, и встречи у главы. Идет непосредственная связь с руководителем городского округа. Очень приятно, что сегодня состоялась эта встреча. Меня пригласили. Я осталась довольна. Глава муниципалитета Станислав Каторов, его заместители и руководители профильных отделов проводят подобные приемы на постоянной основе. Записаться на них можно на сайте администрации. Инга Янчук, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Встреча с предпринимателями неизменно входит в рабочий график главы Ленинского городского округа. На очередном бизнес-завтраке предприниматели, ведущие свою деятельность на территории муниципалитета, имели возможность пообщаться со Станиславом Каторовым, а также с прокурором Московской области Сергеем Забатурином. Несмотря на то, что выглядит это как обычное совещание, на самом деле бизнес-завтраки главы Ленинского городского округа Станислава Каторова – это скорее разговор по душам, когда у всех участников встречи есть возможность в неформальной обстановке обсудить интересующие темы. На этот раз гостем мероприятия стал прокурор Московской области Сергей Забатурин. В начале совещания глава муниципалитета ознакомил его с состоянием дел в округе. У нас сейчас идет и действует 64 инвестиционных проекта на общую сумму почти 24 миллиарда рублей. Если в прошлом году мы только за счет этих 11 инвестпроектов ввели и получили 1700 новых рабочих мест, то за счет 64 инвестпроектов почти 5,5 тысяч новых рабочих мест мы получим. За сухими цифрами кроется отличная тенденция развития муниципалитета. Несмотря на санкции, бизнес в округе чувствует себя хорошо. Растет количество предприятий, увеличивается бюджет и налоговые поступления. Также в пользу свободы предпринимательской деятельности работает мораторий на проверки, которые действуют сейчас по всей стране. В настоящее время на территории Московской области реализуется запрет на проведение проверок в отношении малого бизнеса. Плановые проверки субъекта малого и среднего предпринимательства не осуществляются вовсе. В неплановые проверки возможны лишь для организаций, которые занимаются высокорисковой деятельностью. То есть там, где есть фактор угрозы жизни, здоровью населения, проведения каких-то техногенных аварий. В ходе встречи, которая продолжалась более часа, обсудили широкий спектр актуальных вопросов. Налоговые изменения, меры поддержки на муниципальном уровне, а также волнующие многих строительства Южно-Латкаринской автодороги. Нынешнее строительство автодороги Южно-Латкаринской автодороги. Поясните, в каком сроке завершения и нынешнее, в каком этапе строительства. Прямой ход по дороге будет открыт до конца 2024 года, то есть уже в этом году. Значит, съезды одной из самых сложных предприятий, которые необходимо будет делать, это 1926-1927 год, они будут завершены тоже. В этих же сроках будут завершены и создание герметок, и, соответственно, создание всех очистительных сооружений. Бизнес-завтраки главы муниципалитета Станислава Катарова проводятся на постоянной основе. Дмитрий Книга, Екатерина Коваленко, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. 14 лет – особенный возраст для каждого жителя страны. Именно тогда он получает свой первый паспорт. Традиционную торжественную церемонию провели в рамках акции «Мы – граждане России» в администрации округа. Глава Ленинского городского округа Станислав Катаров вручил пятерым школьникам первые в их жизни паспорта гражданина Российской Федерации. Этот документ символизирует и гражданскую принадлежность, и готовность войти во взрослую жизнь. Паспорт – это не только новые возможности, но и новые обязанности. Я желаю нашим ребятам успехов, всего самого доброго, чтобы у них все получалось, чтобы они родители радовали и, конечно же, добивались огромных успехов. Волнение, радость и гордость – весь спектр эмоций испытали ребята, получившие свои первые паспорта. Теперь перед ними открываются новые возможности взрослой жизни – путешествовать, вступать в молодежные общественные организации. Теперь я счастлива, что у меня появился паспорт, то, что я могу исполнять, то, что хочу сделать банковскую карту свою, собственно говоря, пойти работать и многое всего получить. Уже по традиции ребята приходят на церемонию вручения паспортов всей семьей. Каждому ребенку важно чувствовать поддержку в самые радостные дни и услышать теплые слова от родных. Мирного неба над головой. И чтобы у них счастье было в будущем. Поступили учиться, доучились в школе хорошо. И радовали родителей. Торжественное вручение паспорта – это важное событие, которое помогает юному гражданину осознать свою связь со страной, ее культурным и историческим наследием. Поэтому особое внимание в округе уделяют воспитательным и молодежным проектам. Хочу тебе вручить вот такую обложку от «Движения первых», чтобы ты всегда, каждый день смотрел на нее и помнил важные слова. Быть первым трудно, но не быть труднее. Этот день для ребят, без сомнения, станет отправной точкой к новым достижениям и возможностям. Юлия Стаферова, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. На базе Лопатинской школы уже не первый год функционирует детский оздоровительный лагерь. Убедились в том, что дети отдыхают комфортно, безопасно и познавательно. Депутат Совета депутатов Ленинского городского округа Алена Какоева и наша съемочная группа. Детский летний лагерь «Альтаир» на базе Лопатинской школы в этом году посещают 150 ребят в возрасте от 7 до 15 лет. Всего 5 отрядов. Для каждого свой класс, где у школьников проходят занятия. Утром мы встречаем деток в 8 часов утра. И далее у нас идет линейка построения на линейку, далее зарядка, утром завтрак. И далее начинаются доп. образования. Дополнительные занятия идут с 9 до 15. В лагере работают пять кружков разных направлений. Основной принцип – смена деятельности. Спортивные мероприятия чередуются с творческими. После чтения – музыкальные занятия и интеллектуальные викторины. Мне нравится в лагере, потому что у нас есть игровые площадки. Нас выводят на улицу, мы играем на улице, в спортивном зале. Сейчас мы узнали, что помощи телефона у нас сил становится меньше. И не зря нам говорят родители, что меньше телефон надо пялиться. Поэтому я говорю, что все жители города меньше пользовались телефонами, планшетами, компьютерами и другой техникой. Ангелина Парсегова уже второй год проводит первый месяц своих каникул в пришкольном лагере. Девочке особенно интересное занятие по декоративно-прикладному творчеству. Очень нравится, потому что добрые вожатые нас вкусно кормят, устраивают конкурсы. Мы там лепим, рисуем, поэтому мне очень нравится в лагере. Досуг в летнем лагере дневного пребывания насыщен увлекательными экскурсиями и приятными встречами с интересными людьми. Приезжает или видовская библиотека к нам приезжала, и музеи к нам, и театральные постановки, и 3D-фильмы и так далее. То есть мы ездим на экскурсии постоянно. Деткам есть чем заняться. Побывала в Альтаире и проверила качество отдыха детей депутат Совета депутатов Ленинского городского округа Алена Какоева. Мне посчастливилось 4 года подряд принимать участие в комиссии к приемке лагерей, к учебному году, а именно к летнему оздоровительному периоду. И все документы, педагоги всегда подбираются очень тщательно. Смена продлится до 9 июля, и за это время мальчишки и девчонки, несомненно, смогут получить заряд бодрости и хорошего настроения на следующий учебный год. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видно этого. На очередной выездной администрации глава Ленинского городского округа Станислав Катаров дал поручение разобраться в ситуации с нестационарным торговым объектом на Жуковском проезде. В ходе проверки было установлено, что у собственника истек срок действия договора на право размещения палатки. По условиям владелец обязан демонтировать объект за свой счет. Мы связались с собственником данного НТО, и ему было предложено демонтировать данный объект, на что собственник пошел. И сейчас мы с вами можем наблюдать о том, что объект демонтируется, и в скором времени здесь будет свободная площадка. В настоящее время на территории Ленинского городского округа проводят инвентаризацию всех торговых объектов. В случае окончания срока действия договора или незаконного размещения построек, собственникам будет направлено уведомление о добровольном сносе объектов. В случае отказа демонтаж будет осуществлен принудительно. На сегодня это все новости. Всего доброго и до свидания.